Привет, девочки и мальчики! Сейчас я вам расскажу, что я сегодня купила в Артебе. Сегодня на глаза мне попалась вот такая бутылка, пол-литра, не алкоголя. Это оливковое масло. И оно шло с огромной скидкой. По первичной цене оно стоило 157 гривен, по-моему, а по скидке 129 гривен. Это масло холодного первого отжима, пол-литра, Испания. И я решила его взять, потому что как раз закончилось масло. Купила соевый соус, он правда пластмассовой бутылки. 14,95 гривен. Да-да, килька 8,30 гривен. Аквамарин в томатном соусе. Не знаю, зачем я ее взяла. Пригодится. Килька. Муся, нет, это мне. Всегда беру вот такой горошек, добрый кухарь. Он недорогой, недешевый. Вкусовые качества вполне приличные. 13,95 гривен. Баночка. Молочные продукты. Все фирмы Славяночка. Творог нежирный. Кефир 2,5 процентов. И сметанка Славяночка 15 процентов. А теперь обратите внимание. Сзади на пакетах есть вот такая черная линия. Я слышала такую версию, что будто если сзади на пакете есть черная линия, то эти продукты совсем не молочные. Ну или молочные в какой-то степени. Не знаю, правда это или нет. Но я посмотрела, они все с черной линией. Но вкусовые качества устраивают, поэтому я все-таки беру эти продукты. Итак, сметана Славяночка 18,70. Кефир Славяночка 2,5 процентов. 1 литр. Кажется 19,70. Простите, 19,40. И творожок по скидке 14,00 с чем-то. На сырники пойдет. Сумеш Пластив Тив. Это у нас дешевая серия. Три вида хлопьев. Экстра 400 грамм 5,75. Так, два вида соломки. Одна сладкая в коробке, другая соленая. Вот соленая, я не знаю, как она у меня оказалась в пакете. Но когда я открыла пакет, она там лежала. Как она туда попала, ума не приложу. Коробка стоит 15 гривен без 5 кофеек. И здесь 250 грамм. А вот эта штучка стоит 2 с чем-то, до 3 гривен. Здесь ее 80 грамм. 80 грамм, да. Буду грызть, если есть захочется голодающим. Так, то же самое. Для тех, кто худеет и хочется есть, можно перекусить журавлыною. Журавлыно, насколько я помню, это клюква. Или черносливом. Вот такой вяленый чернослив у нас в ТБ продается. Журавлына 125 грамм, чернослив 200 грамм пакетик. Журавлына 25 гривен без копеек, чернослив 32 гривны без копеек. Ну, не дешево, я вам скажу, сравнительно. Взяла вот такие карамельки с начинкой. Ну, они типа натуральные, фруктовые. Здесь вот облепиха, по-моему, с чем-то. А здесь вишня. Фирма Рошен. Вот два пакетика по 9,20. Ну, тоже на случай голода. И если горло болит, тоже хорошо. Пусть будут. Взяла вот такие сосиски. Из мяса индычки. Добров. Высший сорт. Стараюсь брать высший сорт. Может, там хоть кусочек мяса какого-то есть. Они в районе 30 гривен стоят. Вот такие сосиски. На окрошку. Сейчас будете смеяться. Вот я такую редиску. Еле навыбирала в АТБ. Она какая-то вся чахлая, дохлая. 230 грамм навыбирала на 2 гривны. По-моему, по 23 гривня она. Или что-то около этого. Ну, тоже на окрошку. Что смогла? Да была. Огурцы тепличные в АТБ продаются. По 27 или по 28 гривен. Вот эти 2 на 12 гривен. Если я правильно вижу, что в чеке написано. Ну, такие тверденькие, невялые, зелененькие. Ну, и на вкус мы брали уже такие. На вкус тоже вкусные. Смотрите, морковка, зверь. Вот такие морквины по 6 гривен. Второй сорт. Второй сорт, наверное, из-за кусков грязи. Налипших на ней. Ничего я их там не оставила в магазине. Типа, узкие грязи. В общем, морковка по 6 гривен без копеек. Здесь, по-моему, на 3. На 3. И на 3.95. Вот эти 2 морковки стоят 4 гривен. Да. Ну, и последние. Яблочки красные, наливные. Я их нюхала-нюхала. Пыталась услышать яблочный аромат. Но так в магазине ничего и не услышала. А дома, когда носом залезла в пакет, все услышала. Пахнут. Не так, чтобы сильно, но аромат яблочный есть. Яблоки жутко подорожали. Стоят почти 25 гривен. И здесь на 19 гривен вот эти вот 4 яблока. Да, не разбежишься. Рекомендуют по одному яблоку в день кушать. Чтобы быть здоровенькими. Муся. Мусяка. Привет. Итак, вот это кучка продуктов. Обошлась мне в 385 гривен. Либо же 885 рублей. Это из расчета на двоих человек. Муся. Куда же без тебя? Куда? Да. Муся. Да. Очень, очень вкусно все. Очень, очень вкусно. Уэра. Спасибо. Спасибо. Аплодисменты. Всем привет.